Что происходит в организме после шести вечера? Какие продукты все-таки можно принимать в это время? В каких случаях можно пренебрегать этим запретом? Смотрите видео до конца, тогда узнаете, чем может закончиться еда в позднее время. Перед началом просмотра хотим всех пригласить на следующие наши выпуски, а чтобы их не пропустить, подпишитесь на канал. Человек в течение дня должен употреблять пищу. Для нормальной жизнедеятельности организма необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. В зависимости от того, в какое время происходит поступление питания, будет осуществляться правильное пищеварение и оптимальное усвоение необходимых ингредиентов. Именно исходя из этого есть такое мнение, что после шести вечера есть уже не стоит. Что происходит в организме после шести вечера? Организм каждого человека и работа органов, переваривающих пищу, подчиняются определенным ритмам. Работоспособность органов пищеварения минимальна в ночные и утренние часы, максимально в обеденное время и к вечеру постепенно снижается. Наиболее активно печень образует желчь в первой половине дня, поэтому желательно всегда максимальной по калорийности и объему прием пищи планировать до 15 часов. Эффективнее печень работает днем, превращая гликоген в сахара, а уже в послеобеденное время начинает накапливать воду и синтезировать гликоген. Именно поэтому во второй половине дня следует есть пищу, богатую углеводами. В связи с такой цикличностью обмена углеводов, максимальный уровень глюкозы в крови будет приходиться на 9 утра, а минимальный – на 6 часов вечера. Сок в желудке выделяется тоже интенсивнее в первой половине дня, что также настраивает на плотный завтрак, нормальный обед и вечером легкий ужин. Вечером происходит понижение активности общего метаболизма, поэтому поступающие калории быстро переходят в жир. Следовательно, пища должна быть малокалорийной, тем более, если у вас имеются лишние килограммы. Чтобы не поправляться, не следует ложиться в постель слишком голодной, а то организм включит режим экономии, и будет всегда все дневные питательные вещества накапливать впрок, что приведет к обратному процессу. Какие продукты можно принимать в вечерние часы? Цикл жизни современного человека не всегда совпадает с биологическими ритмами. Однако следует планировать вечернюю трапезу так, чтобы до сна еще было время, и употреблять продукты, которые легко перевариваются. На вечерний прием пищи следует оставлять примерно 20% всего суточного рациона. Главное не в том, что не есть после 6, а в том, чтобы не есть на ночь и вообще правильно распределять приемы пищи в течение дня. Питаться надо в одно время, выходить из-за стола чуть голодным, не переедать и сразу после еды немного погулять, желательно пройтись в парке. Из продуктов вполне можно вечером поесть нежирное мясо, курица, кролик, тюлятина, речную рыбу, судак, карась, налим, творог, кефир, ряженку, овощи, кроме картофеля, свеклы, моркови, куриные яйца, фрукты, орехи, натуральный йогурт. В каких случаях все же можно есть после 6? Некоторые учреждения только заканчивают работу в 6 вечера, поэтому, конечно, есть люди будут уже в более позднее время. Также не стоит соблюдать такой принцип при круглосуточной работе и ночных дежурствах, потому что естественный ритм нарушается и организму будет требоваться дополнительная энергия. Еще можно поесть вечером попозже, если предстоит ночной перелет, либо планируется путешествие, связанное со сменой часовых поясов. Конечно, следует придерживаться цикла, по которому живет организм, но условия жизни бывают разными, поэтому вопрос есть или нет после 6 надо решать индивидуально.